Кыргызстан в составе СССР имел политически и национально ограниченную зависимость. Каждое движение контролировалось Кремлем. Борьба за свободу началась с идеи о законном праве владения землей, за возможность свободно строить свои дома, а также призывов к социальному равенству. Молодежь активно переезжала в город, но жилищным проблемам не уделялось внимания. Власти были равнодушны к обращениям молодых людей о выделении земельных участков для строительства домов. Терпению молодежи пришел конец и в 1989 году начали занимать участки вокруг Бишкека без разрешения. Коммунистическая власть попыталась наказать и призвать к порядку. В результате натиска властей молодежь основала общественно-политическое движение Ашар. КДК. Потом, позже они переделали КДК в политическую партию. В общем, это были самые первые демократические организации и движения в Кыргызстане. Поэтому можно сказать, что они стали лидерами самых первых демократических движений в Кыргызстане. В конце 1989 года усилился натиск против Ашара со стороны власти. Лидер организации Джипар Джейкшеев был подвергнут гонениям. Тогда многие его сторонники устроили антикоммунистические митинги. В разных регионах Кыргызстана молодые реформаторы стали поднимать сложные политические вопросы и высказывать требования. Молодые кыргызы начали борьбу не только за право на собственное жилье, но и за государственную независимость. Многие представители интеллигенции по всей республике активно поддерживали инициативы молодых кыргызстанцев, призывающих к независимости. В то время я был студентом. Джипар Джейкшеев во время встречи со студентами подбадривал и воодушевлял нас. Затем мы последовали за этим человеком. Он также был одним из лидеров Ашара. Этой верой и борьбой Джипар Джейкшеев прожил всю оставшуюся жизнь. Если мы говорим, что в Кыргызстане сформировалась демократия, то вклад Джипара Джейкшеева очень значительен. 31 августа 1991 года Чугур-Кукинеш принял декларацию о государственной независимости и Кыргызстан был официально объявлен независимым государством. В сентябре того же года Компартия прекратила свою деятельность, а демократическое движение переформировалось в политическую партию. Джипар Джейкшеев сыграл значительную роль в развитии демократии в Кыргызстане. Я даже в детстве помню, часто называли отца отцом демократии, нежели меня, своих детей и тому подобное. Мы всегда над этим смеялись, всегда свои карикатуры рисовали на эту тему. Он раньше был художником, сначала художество тоже учил, мы любили рисовать вместе. Я бы сказал так, он всю свою жизнь посвятил именно развитию демократических институтов, вообще демократии в Кыргызстане. И мы тому были свидетелями. На исходе жизни Джипар Джейкшеев написал две маленькие книги. Одну назвал «Правда в тебе самом» и вторую «Призыв к гражданской ответственности». В них автор рассказал о том, как он стал лидером демократического движения и возглавил его. Эти две книги объединили и издали как мемуар. Общественный деятель Джипар Джейкшеев 21 июня 2020 года ушел из жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.